Итак, хочу разобрать вопрос по поводу слова «немощи». Ну, сначала текст. Первое, извините, второе послание к Коринфянам, 12 глава. Ну вот, начиная с 7 стиха, идет такой текст. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, что удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя свершается в немощи». Первый раз слово «немощи» встречается. «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами», снова немощи, «чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушевствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». Значит, у меня встал вопрос. О каких немощах идет речь? Что означает это слово «немощи»? Воспользуемся. Вот здесь разные переводы. Кто-то слабостями переводит, кто-то слово «немощами», снова он слабостью, опять слаб. Переходим к оригинальному тексту и смотрим, что мы тут имеем. Синодальный текст напоминаю. «Посему я благодушевствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». Смотрим, что означает сначала слово «благодушевство», чтобы было больше понимания. Так, «благодушевство» означает благоволить, проявлять расположение или доброжелательность, быть довольным. Но, судя по контексту, это либо быть довольным, либо удовлетворенным. А теперь смотрим на слово «немощи». Итак, что нам дает здесь справочек? Вот мы видим с вами слово на греческом. Я не знаток греческого, поэтому буду рассуждать из того, что я вижу и как я понимаю. Вот как написано слово на греческом. У этого слова есть два вида значений. «Немощь», «бессилие», «слабость». Именно таким образом в основном в переводах используется. И второе значение – «болезнь» и «медуг». Посмотрим, как написано на языке оригинала. Значит, вот у нас один текст, вот второй текст. Отличие у этих текстов только в том, что здесь поставлены какие-то типа буквы одинаковые. Только здесь типа ударение или что-то такое. Я не знаю точно, что это значит. А сами слова абсолютно идентичны в обоих вариантах. Теперь смотрим. Вот я нажимаю на это слово и вижу, что вот оно. Видите, да? Это слово точно такое же, но у них есть некоторые отличия. Нам справочник дает на букву «А», скажем так, и заканчивается. Но в тексте после «А» есть еще две буквы. Что в этом варианте, что в этом варианте. Хм, интересно. Но здесь нам дается объяснение значения вот этого слова «астенея». Что же делать-то, чтобы выяснить, что значит вот это слово с двумя буквами. И у нас вот есть еще словарь Дворецкого. И смотрим. Он нам помогает. Снова мы встречаем это же самое слово. Ионический диалект, оказывается. Бессилие, немощь, слабость. Но он приводит примеры из разных трудов. Например, Лисий, Платон. Вот я смотрю, Аристотель. И вот это слово «бессилие, немощь, слабость» оно, ну, как бы по-разному пишется. Не схоже вот с этим словом. Смотрю на второе значение. О, чудо! Обратите внимание. Во втором случае, когда идет речь про болезнь или недуг, слово на греческом, упоминаемого у того же Платона. Или вот у Лукяна. Ну, будем брать Платона. Значит, у Платона и то, что мы видим в тексте с примененным Павлом абсолютно одинаковое слово. Но Платон его применяет как болезнь или недуг. А не как бессилие или слабость. Бессилие и слабость, как видели вы, применяются немножко другие написания. И что у меня получается? Поэтому я, мы уже говорили, не благодушенствую, можно сказать, а можно убедитворен. Или остаюсь довольным. Получается, потому что мы сейчас прочитали слово «немощи» из словаря дворецкого. Получается, нужно заменить на слово так, это благодушенствую, вот «немощи» словарь дворецкого. Получается, болезнь или недуг. Хорошо. Получается, я доволен. Поэтому я доволен. В болезнях немощи можно заменить на слово «болезнь или недуг». В обидах, в нуждах, гонениях, притеснения за Христа. Ибо когда я немощен, вот оно, это слово «немощен» снова, тогда силен. И, судя по тексту, получается, что когда я когда я что, в болезни получается, тогда силен. Решил я проверить, что означает это слово. И смотрим. Ну, быть слабым, немощным, изнемогать, испатывать, недостаток сил, болеть, хворать. Интересно. Вот, значит, такое написание должно быть. Ищем точно и видим, что это слово, примененное Павлом, а переводчиком переведено как «немощь», оно отличается от этого слова. Обратили внимание? И действительно, здесь быть слабым изнемогающим или испытывать недостаток сил по тексту подходит больше. Объясню, почему. Обычно, когда вот этот стих читают, связывают между собой упоминание слова «немощь» здесь и здесь. А вот эта часть про обиды, нужды и гонения и притеснения, она как бы выпадает из рассуждений. Хотя, на самом деле, Павел говорит, я доволен, остаюсь удовлетворенным, когда я в болезни, когда в обидах, нуждах, гонениях, притеснениях за Христа, ибо когда я испытываю недостаток сил или я являюсь слабым, в этот момент я силен. То есть, вот эти два слова, переведенные одинаково на русский язык, на самом деле, имеют разные значения. И тогда у нас текст с вами получается. Павел говорит о том, что я научился чувствовать себя удовлетворенным даже в болезнях, в нуждах, гонениях и притеснениях за Христа, ибо я знаю, что когда я слаб, я силен. До этого в предыдущем стихе об этом также говорилось. Так что Павел перечисляет здесь абсолютно разные значения. Это не одно и то же в данном стихе. Вот как-то так. в данном стихе. В данном стихе. Продолжение следует...